Витекс священный В научной литературе можно встретить изобилие работ по исследованию химического состава витекс. Действующие вещества растения не обладают сами по себе гормоноподобным действием, но действуют на выработку гормонов гипофизом. Гипофиз – это эндокринная железа, которая расположена в основании головного мозга и ответственная за метаболизм гормонов репродуктивной системы. Витекс священный увеличивает выработку прогестерона и снижает избыточный уровень полиполостимулирующего гормона и пролактина. В упрощенном виде представим месячный цикл, который в среднем, с учетом индивидуальных колебаний, составляет 28 дней. В середине цикла наступает овуляция. Во вторую фазу месячного цикла либо наступает беременность, либо наступает следующий менструальный цикл. Сам процесс оплодотворения очень ответственный, и вторая фаза должна быть полноценная и достаточная по времени, минимум 12 дней. Таким образом, витекс поддерживает вторую фазу менструального цикла. Также отмечено антиандрогенное действие витекс, в связи с чем его назначают в комплексном лечении акне. Первое – это лечение бесплодия. Фитотерапия назначается после консультации гинеколога, после установления гормональной причины бесплодия. Витекс назначается при нерегулярном месячном цикле, для облегчения предминструального синдрома, для предотвращения невынашивания во время беременности, для восстановления естественного гормонального баланса после длительного применения противозачаточных таблеток. Теперь перейдем к вопросу о дозах, длительности украсового применения витекса и оптимальной лекарственной форме. Доза витекса в среднем 1 грамм в день. Однако, в зависимости от ситуации и имеющихся показаний, могут быть корректировки. Продолжение следует...